с утра пораньше даю комментарии на некоторые ролики похищенного меня этим занимаются священник дудин сергей там скоротовский то есть работа у них никакой нету сейчас они полностью задействованы на мне и вот берут мой ролик то есть про меня не ничего не уже не могут сказать выдохлись полностью нет ничего и вот я поставил такой ролик котик ловит воробья то вообще у кот ловит воробья что можно из этого выжить если мой интернет откроем мы увидим как тигр ловит газель леопард гонится за ланью как они в воздухе опрокидывается как быки убивает льва то есть мы увидим везде как крокодил хватает слона за хобот это все в природе есть но и теперь что этого нет или сказать что ничего нет ну тогда надо просто на балавариане спуститься и ничего не надо в орлам и оса спрятаться под землю ничего не видеть смерти нет болезни нет от кого это котик ловит воробья это каждый день вот кошки у меня есть они каждый день приносят воробьев да не только воробьев они пташек всяких ловит от окошка у нас в окрестностях было много сусликов они все выловили а мышку они тут мне котят она приносит мы с мышонком поиграет и съест и то есть но все это знают и вот как она делает ролик посмотрите вот открывая ну-ка иди сюда все это выключить то есть то что тут музыка то что заливает крови это они все сделали а с какой целью а дальше другое у меня селекция голубей все голуби выводятся и везде выводят как-то породу гусей у куриста все остальное режется я показал как это делается это садизм это то и дальше что и находятся такие люди заходит ну зашел тут еще дмуха на другой это видео тут какой-то лир барменталь ясно по другим именем никакой не образа никого нету ну кто это как видео с голубями заставляет всерьез задуматься над психическим здоровьем пациента лапкина то есть над моим здоровьем они будут задумываться а то что в церкви стоят абортницы из года в год они одно и то же говорят и в стране более 20 тысяч абортов каждый день делается они не видят этого что народ вымирает по миллиону мед народ вымирает они не видят и кушают колбасу а что это режется барашка вот семье вот у нас овечка пропала а ягненок остался и вот они кормят его и из бутылочки он привязывается за тетишками бегает играет и все ну а дальше что ну а дальше что нож человек заходит у него много разных куриц гусей индюков ведь фактически он заходит так как убийцы к ним наступает осень и все головы отрезаны это что садизм ну думайте о состоянии психического состояния этих людей мое психическое состояние определенно я показал когда арестовали на стационарном исследовании был признан вменяемыми меня судили но их еще никто не проверял вот кого надо проверять вот сидит там заведет глаза под лоб глаза бегающие явно больной человек дудин от я с преступниками когда встречаюсь приходит он не может прямо смотреть у него глаза вот так вот он везде шарится везде даже поэтому любой поймет что что-то неладно человеком в церкви торговля показывает 413 правил 413 из 719 ежедневно целенаправленным повсюду нарушается они не видят исказили все таинства нет крещения ладошкой по голове ни на учения нету тюрьмы забиты все православными и все что извращение гомосексуалисты православные он не видит и не говорит один кто увидел часть этого это андрей кураев и вот они сейчас вокруг меня колготятся хороводятся это садизм это садизм и под таким названием ролик будет даже но давайте посмотрим что такое садизм открываем википедия то есть у них явно не хватает знания садизм назван по имени французского писателя маркиза де сада описавшего его в широком смысле что это склонность к насилию где они нашли склонность к насилию котик съедает воробушка это так во всем мире это все коты едят воробушек едят крыс почему воробушка вам жалко а крысу не жалко и все это сфотографировано показано показано даже как головы режут это не садисты делать это по их учения мусульманскому такое мы видим где исламское государство это уже не один раз показывали дальше склонность к насилию получение удовольствия от унижения и мучения других ни других нету ни удовольствия я даже здесь и не снимал меня здесь и нету совершенно меня здесь даже нету кто получил от это удовольствие котик котик наш садист ну дальше это маленько то время пройдет ролик этот стоит и он не надо никуда убирать чтобы увидели кто пытается править людьми кто какие грехи находит и прощает вот он накрывает и петрахилию фартуком за что по знакомству а где пить им я нельзя пить имью люди уйдут никого не будет то есть попрано все это губители если без пить им и которую установили святые отцы допускает священник до причастия говорит святой ян златоуст он губит и себя и того кого допускают это палачи это палачи народные из-за того что недостойно прищать и многие больные немало умирает ими кладбище наполнено это их жертвы с больницы наполнен это жертвы всех кого недостойно прищищали это говорит писание а то что во воробья или голубя я режу гуся режу курицу режу это садизм но если ты отрицаешь садизм этот что лишает птицу или животного жизни то тогда и не пользуется плодами от этого как антона павловича чехова был брат павел палыч и говорил трупоеды я например мясо никакого не ем не ям уже полвека и мне нужно никакой нету и какое от этого мне удовольствие ничего не сходится то это речь идет других на на чем на людях понятие садизм впервые введена в научный обиход крафт эббингом вызданы 1886 году монографии такой-то там психо патрия кажется сексуальность философии значит что садизм сарта а то форма отношения к другому почему-то с большой боку при которой что тут написано экзистенцию пытается отождествить с телом посредством боли сексуальный садизм форма сексуального поведения при которой средством получения возбуждения и наслаждения является причинение страданий партнеру вот показывает пинают там было сашка билый там его какие-то сидят женщины говорят что это там проститутки бьют его в лицо пинают и ну так или нет может быть что-то сделано босс садизм одна из поведенческих моделей верхнего что не понятно психологический садизм моральный садизм пси садизм это форма садизма при которой жертва жертве причиняется не физически а психологически морально-нравственное страдание в виде унижения оскорбления угрозы и так далее так садисты вот это они занимаются садизмом если им кто-то не угоден они будут и преследовать и давить и сообщать другим значит садисты собрались где в каком месте пусть они сами решат а когда перекладывать на кого-то ну тут поневоле вспомнишь достоевского хочешь сильнее кого-то оскорбить собственными недостатками упрекай другого голубь это мой голубь мой голубь я его кормил и в египте специальные рестораны уже три тысячи лет которые подают это самые лучшие диетическая пища редко это для самых гурманов только фаршированный голубь обжаренный голубь от зарядите маленько то посмотрите диетическая пища голуби египет как ищут целыми днями говорит мы в конце недели только нашли тот маленький ресторанчик где есть голуби это дорогое удовольствие потому что это не бык хотя бы тоже дорогое удовольствие но не такое это все садисты я хозяин я хозяин это моя птица я его вырастил священник меня спрашивает ну а вот если вы на даче были вот котенка взяли он вырос и когда вы выезжаете вы чё с ним делаете во первых у меня дачи нету мы выезжаем деревне сосчитать от задачи у меня три кошки я не тут все выпустили я держу три кошки иногда было даже четыре у меня голуби сейчас наверху я приехал сейчас вот только что приехали неделю назад провел полную селекцию оставил какие нужны какие вырождение другая форма уже они убираются где отдал никите никита их ест я не ем просто потеребил и все это садизм я и куда девать ну не убивать на куда можем усыпить не убивать другое слово но это тоже смерть она тебе нужна кошка нет не нужна я в город выезжаю зачем же ты брал моя котенка это вот и дальше священник это говорит ну я как я просто оставил закрыл дачу и дальше представляете она у дверей ждет день-два хозяина нету нету почему потому что он священник вот это садизм то маленько глаза приоткройте и вот она полумертвая и и пинает она никому не нужна ей надо есть и наконец она колевает на крыльце он приезжает ну какая там кошка лежит труд только ее на маленьких котята куда вы делаете да очень просто у меня кошка никакой стерилизации не делаю кошка и что но она принесет котят принесла 8 котят да ничего они мне не нужны у меня кошек достаточно котенок слепой действительно это биомасса ничего там нет души у животного нету вышел лопаты копнул под пласт положил все кончилось ничего нигде нету она еще месяца четыре будет ходить нет я не так делаю а кто это мне монахиня говорит а я в теплой воде в ведерке топлю то есть ему чтобы удовольствие достать в теплой воде то есть перед смертью еще дать хорошую колбасу накормить как это перед казнью в нюрнбергском процессе самая хорошую пищу дали перед казнь накормили вот все это даже не знаю что дурнее то дурь дурью маются садизм вот другого объяснения никакого нет вот все здесь больше нет ничего но если это закрыть давайте закроем вот посмотрим дальше что такое садизм открываю садизм сексуальное извращение характеризуется страстью к насилию психоанализе поведение человека ориентированное на получение удовольствия путем насилия на сексуальным партнером ну где-то это же попы это и романахи прямо могу сказать ссылаясь на андрея кураева и ничего больше нету у нас этого нету мы братья живем чисто ничего у нас нету мы этого даже не знаем термин садизм происходит французском ну так это это десад это донасен альфонс франсуа 1740 1814 годы 74 года жил автор романов и сборника новелл преступление любви или бред страстей в которых он описал сценах сексуальной патологии немецкий психиатр крафт эббинг 1840 1902 использовал понятие садизм для обозначения одной из форм сексуального перверсии извращения сталин садись нет ленин садись сами определите к человеку относятся они коту к воробью это уже какое состояние людей которые элементарного не знает и они берутся за то чтобы учить людей я много преподавал в разных университетах первые годы перестройки даже не нельзя найти места где я не проповедовал это заводы фабрики прокуратуры кгб воинские части все отделы милиции но всюду и везде и вопрос все задавали именно тогда по церкви строить ли помогать ли храмы везде деньги деньги не помогать не строить пока общины нет община сама построить а эти все время по прошайке все время просят ходят по деревне маленькие селы игрушка все время говорю только одним заканчивает дайте денег дайте денег и куда накормить бедных нет конечно не бедных речь идет батюшки одежду купить батюшки не можете купить одежду или там церковной какая она есть храм построить вы эти храм господин храм господин а сами поедайте друг друга вспомните пророка иеремию и что интересно вот на этом они они выставляют я которых людей знаю слетается туда это вот такое то и гнать этого лам кто-то муха саша а не знает о нет не знает это потеряевский житель это развратник развратник чужие семьи входил безобразничал мы потребовалось ему уезжать он ни под каким видом не хотел уезжать плохо в потеряевке не выкуришь крестный ход и за на следующий день его след простыл все его там нет но это он вам нужен нужен он вам вы его слушаете он дает отзыва почему он везде охотиться никому не нужен кинулся к архимандриту московской патриархии архимандрит феодорит мне это все рассказал что за человеку от вас приехал говорит я сказал какой человек а с ученым минимум на семь лет за прелюбодеяние нужен он вам он не покаялся нет конечно он тоже и творит а дальше пошел баптистом в описав опять стали его те это формула этот садизма видимо так понимать надо и что и там пришлось выкурить отделилась у баптистов группа молодежи он с ними и оттуда вытурили а где сейчас спрашиваю теща теща его у нас в общине бывшая баптистка пришла через мою проповедь семья и и здесь вот она и говорит да никуда не ходит теперь он сидит и они его слушают но из этого сосуда что может быть чистое что может быть чистое от нечистого когда все пропитана зловонием и эти которые говорят им надо день и ночь заниматься паствой я непрерывно повторяю слова которые нужно знать всем ну допустим ну дальше что такое садиза то можно прочитать словарь этот открытие прочитать вот я дальше сейчас покажу немного чем им нужно заниматься так нужно я не знаю стоит ли выделить к крупнее надо нет не видно из мракоязычество послушайте вот этим духовным садистом садист который получает удовольствие от унижения морально не унижает воробья есть котенок а я садист больше унижения нельзя придумать но я-то христианин я понимаю я умер для мира и мир для меня для меня нет я понимаю это лютые волки обреченные в рясу они по-другому не могут быть это самое жестокое сословие самая мстительная бездарность у него ничего нету и они сейчас уже 15 роликов на моих роликах крадут их оформляют заливает кровью то горит то еще что то это занимается священник который непрерывно знает что крутость смирение даже еще поминает слова это прелесть у них непрерывно это не прелесть это нужно у него паства есть которая просто пришли люди и он не понимает ни рождения свыше не водительства духом святым что серафим загонялся даже еретики были тогда гонялся за ними но я и ритик ну все у меня своя жизнь нет каждый шаг ловит это означает ничего нет уже воробьев ко мне приписывает а я повторяю меня ловить очень легко на сайте у меня я отвечаю 4124 ответа на вопросы которые мне задавали в техниках университетах по радио телевидении где я вел передачи меня легко брать у меня 38 томов 752 страницы каждая книга чего же мне не брать то на видеоканале у меня около 4000 уже видеороликов да в любой только бери и все и в них я не вижу ничего нету а если бы было ну что было это их дело и чтобы я на чужом ролике или брал чужой ролик и переигрывал и против человека того вообще-то вот это вот и есть садизм духовный садизм я не свой грех садизма духовно-морально унижение другого перекидывает на другого им отвечать за пасту не мне я отвечаю за печи которые делал дымят или не дымят я сторож я отвечаю украли ли не украли у него овец поворовали ведь сегодня уже если верить статистике то протестантов не 200 миллионов то может быть к миллиарду подходит мусульман 2 миллиарда и все виновны те кто не проповедовал церковь скрыла слово божие а вера отслышания а вот что он скажет он гуру перед ним и поп это гуру самый настоящий никуда в сторону он не приводит к слову божия нету а я не прижима показывают место писания считайте они ко мне это слово говорят гуру это хорошо это водитель ну какой ты гуру то когда ничему не учишь только одно не забывайте покупайте свечи не забывайте подавайте за умерших где-то ни одного евангельского слова нет ни одного я вот сегодня только я потом дальше скажу получилось что вот уже четверть века я работаю преподавателем вуза крещена 9 лет назад воцерковилась ли этой кавычки открыты во христа крестилась но облекать во христа труд всей жизни регулярно посещать храм стала только тогда когда господь привел петь на клиросе спросят а откуда этот материал взятый из-за парикальной газеты алтайская миссия и парикальная газета алтайская миссия повторяя это было еще при антонии епископ антоний мосендищ ну и газета она так у них осталось теперь только она стала цветная виде журнальщика вот за пять лет преподавания в алтайском государственном техническом университете пришлось встретиться с тремя тысячами студентов на протяжении пяти лет 1994 1999 годы я проводила анкетирование было опрошено 3000 человек в возрасте от 17 23 лет это студенты первых третьих курсов 14 факультетов 100 групп повторяю что это прихожанка она уверовала кандидат наук сейчас мы увидим кто она такая и дальше я послесловие говорю об этом опрос показал 12 пунктов первое 0,3 процента безоговорочно считает себя православно верующими исповедующимися и причащающимся причащаются то есть на 300 человек только один 300 с лишним даже человек только один мы увидим что речь идет о крещенных это те которые ходят фрам за которых воробушков отвечать этому попу слепотствующему эту мертвую паству на мощах воспитывает лбом стукнулся все благодать перешла икону по три еще я сейчас покажу об этом только сегодня мне сбросили ссылку знакомые с петрозаводска второе 50 процентов из них никогда не задумывались над проблемами веры третье 2000 студентов 66 и 6 десятых процента считает православие устаревшим церковь стяжательницей служить или мракобесами или не искренними людьми которые служат не богу о себе это не мое мнение это только в одном университете вся страна сегодня так понимает ненависть к попам почему а вот они такие есть звери лютые за мной гоняться это никогда во веки веков им не объяснить самим не объяснить а что я сказал надо учить народ надо заботиться о пастве не безобразничать не пьянствовать пьяным попы давят людей на дорогах и сделал все сразу документы видеосъемки исчезают это весь мир знает более низкого рейтинга у церкви никогда не было это вы ее довели до этого не я вот кровью он заливает все вы в крови стоите вы грехами народа питаетесь вот у нас здесь новоалтайской и они что придумали мощи 14 этих убиенных тысяч младенцев при рождестве христовом было что где-то мощи есть они нарисовали икону и перед этой иконой придешь храм пустой перед этой иконой все женщины и нарисовали куски разбросанные какие куски он кнул ножом и побежал дальше мечом воин то то есть эффектно создать в эту кровь они любят как садисты и женщины там стоят и плачут отошла она от этого нет а аборт аборт убийству умерщвление младенца в очреве это аборт или нет правило василика великого второе десять лет от еще на церкви на четыре ступени первое допустим два с половиной года она не должна заходить в храм плакать на улице при любой погоде это не садизм это правило утвержденное святыми отцами василий великий с прозвищем великий или с приставкой великий только 17 человек за 20 столетий василий великий в церкви почитается они ну внимание попрали все эти правила человек немощен экономия экономия никто не придет жулики не православные попы совершенно пираты захватили корабль почему потому что все правила попраны ну допустим милиционер на красный свет езжай лишь бы только деньги давали на трупах еще отпевает пойдет батюшка но только деньги дай вот у нас крещение некоторые поняли надо делать не могут договориться что поп не просил деньги без денег не буду крестить и дальше четвертое то есть не искренними людьми мракобесами считает 66 процентов 2500 человек 83 процента и считают что молодости надо грешить а в старости кается это ваше паства мы сейчас это увидим это крещеные вами вот где кровью то все залито они ничем не занимаются мои книги вы будете искать после моей смерти по одному листику меня бог послал для этого чтобы вразумить вас поставить вам на вид вы отвечать будете за каждую обсуждать и студентов не я отвечаю нет я их ним не мочил бы 5 2900 человек 93 3 десятых процента не смогли ответить на вопрос что такое целомудрия в духовном смысле слова не в буквальном они целомудрия не знают это развратное общество что интересно студенческая группа тут как-то потерялись пять абитуриенок потом только нашли где-то запаха на и убитые все были ну и допрашивать стали тут сатанисты вызвали стали говорить это вы знаете наше учение а какое мы приносим жертву действительно приносим видимо смеется над этими прокурорами то к девственниц а где вы в университете наши девственниц нам они даром не нужны вот ответ это даже колдуны знают что там делается построили какой-то храмик или часовенку и татьяна татьяна знает про вас это все обман это шувалов придумал все это в царское время было какое отношение татьяна имеет к этому патриарх алексей второй и министр обороны грачев назначает блюстительности хранительницы ракетных войск варвару римлянку девушку и она хранит ракеты под именем сатана это не кровь это вдумайтесь в это во все маленько я только приоткрываю маленький они говорю про эти часы нефтепромысла ваше торговлю табаком водка это все ваше это моего там ничего нету я этого не знаю я живу в бедности работаю работаю физически это в роликах видно дальше шестой пункт девяносто девять семьдесятых процентов не смогли объяснить чем православие отличается от других мировых религий вопрос о спасении главное вопрос о спасении любая сектанка знает христос умер за нас верующий сына божий имеет жизнь вечную вы даже этого не рассказали людям не не можете вы претендовать на звание учителей ни под каким видом вот я опокаялся в доме у сектантов не в собрании это они лгут где-то и как показ у меня дали евангелие стал считать через пять минут я уже готова была я всю жизнь с детства богоискательство было я молился знал от от чего-то бог меня избавил я не ни одного слова за жизни произнес матерна не знал женщин воровства меня-то бог избавил не говорят а наркотиков вообще не было где-то но вы свою жизнь проверьте то где крови залито от меня ни капли крови и у людей нигде нет нигде нет моя кровь пролита там вузах в тюрьмах за слово божие это ваша кровь своей крови вы экран заливаете из-за воробья столько крови налить даже воробья столько есть крови то есть это безумные слова безумные дел делают порчи моих роликов они ничего не могут сделать показывает как львы он вышел снимать или вы бросились на него и съели его не там кричат и съемка так дальше идет это садисты так они снимают выставлено в интернете это везде все показывают где нападают где погибают люди здесь воробей и котик это вообще больные психически тяжело больные люди дальше шестое значит седьмое две тысячи девятьсот девяносто девяносто девять и ноль шестьдесят процента ноль шесть десятых процента считает шесть сотых процента веру признаком слабости и ущербности недостатком образования это ваши плоды мы сейчас увидим что там те люди которых вы крестили да в каком же это месте можно так работать чтобы стопроцентный брак был то да кто ж тебя держит а там кто тебя кормит поп это ваши плоды восьмое две тысячи девятьсот девяносто человек 99 и шесть сотых процента не смогла объяснить смысла слов покаяние грех смирение промысл божий молитвенное правило символ веры любая сектантская бабушка это знает и рождение всех на вашей совести вы не учили а добра не ищут добра дальше девятое 900 человек 30 процентов сторонники сторонники или участники тоталитарных сект среди которых наиболее популярными наиболее является саентология ивановцы это вот холодной водой обливается кришнаиты десятые не видят в этих заблуждениях опасности считать что верить можно как угодно и во что угодно это девяносто девять и шесть сотых процента не считает опасным экуменизм одиннадцатая девяносто девять и шесть сотых процента не знают молитв не умеют себя вести в храме не понимает духовного смысла поста то есть во все эти пункты эти люди входят при этом крещенных православную веру девяносто семь с половиной процентов евгения павловна цепеникова алтайская миссия номер 10 76 июнь 1999 московская патриархия русская православная церковь ну и что кто садист кто кровью заливает на вашей совести миллионы людей и вам ли за мной гоняться за воробушкам каким-то остановитесь не безумствуйте куда вы зашли порождение ехиднины куда вы убежите от будущего гнева совершенно неверующие попы я говорю не о всех делаю оговорку не всех я знаю которые знают бога особенно те которые пришли откуда-то в православие как зырянов там из 50-ников такие которые пришли из баптистов это лучшие священники они оттуда принесли хорошее но их уже так напичкали научили бояться бояться архиерея это главная заслуга вовремя архиерея деньги давай тебя он никогда не тронет иначе тебя задолбают комментарий лапкина кавычки когда я встретился с евгенией павловной просчитал эту статью чтобы поблагодарить ее я рассказал и что то значит то она искренне испугалась когда я растолковал подлинный смысл того что она напечатала а результат таков из трехсот лжекрещенных московской патриархии едва лишь один что-то знает из того что совершается в храме но этот один некрещеный этот один обманутый если бы вопрос стоял в том что знает эти три человека из тысячи и десять человек из трех тысяч и по библии по канонам то едва ли она нашла бы 1 иоанн златоус говорит если одна овца погибнет по твоей небрежности о священник то тебе не хватит всей твоей жизни чтобы загладить вину а здесь погибает две тысячи девятьсот девяносто и десять под вопросом приличная встреча с епископом антонием в епархии наш епископ был и мы с ним были с ифтихием курочкиным антонием осендищ мы долго беседовали с ним более двух часов я показала вот у газету и эти успехи в кавычках его епархии и он искренне сокрушался говоря а что я могу сделать я их посылаю работать они воруют патриарх алексей об этом говорить я показал для церковной ведомости где говорит каких бандитов на принимали в церковь вот эти бандиты кровью заливает мои ролики видимо они бандитов это определение патриарха несколько лет назад было каждый пятый священник за моральные поступки запрещен жданов приглашает патриарх как сего слов чтобы проводить там лекции беседы запившихся священников вам до меня дело так как я не пью крови на моих руках нигде нету я ни одного человека не убивал к чужим женам не ходил удовольствие от этого не испытывал нет это мазохист это садист то есть они какие слова слышали кто это там анастасия белое братство звенящие кедры все что знают и все это ко мне они лепят и им вверяются души а только так вот задумаешься боже мой это навсегда покинутая россия большего краха ни одна религия не терпела как православие в греции и в россии и ничего понять не могут они и бог будет выжигать как в шеи в прожарке я в этом уверен не может бог бесконечно терпеть подарил ему эту газету и антонио я сказал с этим результатами явитесь на суд божий правда он и умер вскоре 41 год он сказала я даже не знал про эту газету как то она прошла мимо попросил его выдать похвальный лиц евгений цепеников и так и материал на дороге не валяются это пять лет исследовать надо было и сказал ему а нас было пять человек с нашим епископом и тихим почему же вы так распустили в вожжи и не наказывайте своих священников и работников о которых патриарх лисий второй сказал каких бандитов напринимали в церковь епископ а то не встал осторожно открыл дверь своей приемной выглянул за дверь при нас и смущенно сказал боюсь подслушивают недавно было покушение от своих же нам всем стало страшно и жалко его заложника насквозь пропитанной мафиозными структурами мп 8 7 2001 епископ антонио внезапно скончался возрасте 41 года на ум 110 ибо сплетшиеся между собой как терновник и упившийся как пьяницы они пожраны будут совершенно как сухая солома я ничего здесь не добавляю я считаю то что есть и это что разве это мимо про проходит теперь я еще могу тут немножко показать кое-что просчитать как они на это отреагируют я их знаю ой как они начинают бесноваться папы сразу а вы говорите о себе вы избраны избраны ну конечно избраны дал власть быть чадами божьими евангелия тянь 1 12 избраны там написано что такое избрание а если я не избран ничего и нету и вина избрал нас я определил благословил заключаю что через поколение много много повторяю много если вам не понятно что такое много я покажу вам сейчас много 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 вот как оно выглядеть будет много через два иссякнет наше православие если не изменить у нас образа воспитания и обычаев общества то будет больше и больше слабее тисленное христианство а наконец и совсем кончится останется только имя христианское а духа христианского не будет все преисполни дух мира феофан затворник 1863 год сколько поколений прошло это или лжепророк потому что христиан православие есть или это совершенно не то православие которым он говорит я полагаю что именно так он не об этом говорил то православие которое должно быть его нету просто его нету вот они говорят и гнатья бричанинова не признаю я ссылаюсь на него ссылаюсь многократно и все это лгут и лгут почему слуги дьявола дьявол лжец клеветник его имя дьявол заключаю пожалуйста мне убогому серафиму господь открыл что на земле русской будут великие бедствия православная вера будет попрана архиереи церкви божии другие духовные лица отступят от чистоты православия и зато господь тяжко их накажет ну вот серафимова мощи целуете а почему его слова не целуете вот где кровь будет все бутово забучено воробушка они пожалели лицемеры понятие какие они нежные батюшки даже воробушка смотреть не может кровью все залил и крови тогда не не видят от воробья то он кровью залил который он пролил своей кровью бандитскую бандитов на принимали не мое определение и дальше я убогий серафим три дня и три ночи молил господа чтобы он лучше меня лишил царствия небесного а их бы помиловал три дня и три ночи вдумайтесь какая это была молитва и что об них молился об архиереях но господь ответил не помилуй их ибо они учат учением человеческим языком что от меня а сердце их далеко стоит от меня вот вам ответ если я я вам затоуз говорит большая часть погибает то есть больше 50 процентов священников в аду будут вот где кровь то будет то серафим вообще ни одного не нашел но может быть он не говорил ну откуда я знаю есть капитальный труд патриархийный это богословские труды а есть еще такое настольная книга священнослужителя такого темно-голубого синего цвета при патриархе пимени третий том 601 страница эти слова туда и взял это слова то не мои но верить или не верить этому и вот один из них этих почти причине из трехсот только один что-то ходит знает это это его паства это не воробушки погибли это миллионы людей на и совести это их кровь вопиет к богу и она будет услышана а я об этом сказал моя вина только в этом что я сказал я православный а меня надо проверить проверить у психиатра я уже опубликовал эти материалы меня проверили проверили и не просто как ждали светило какое из москвы мазур моисея аароновича меня проверяли не однажды и что ничего нету можно судить нет ничего теплый характер дальше все строго скрупулезного дела подержу правила молитвенное там у них где-то бесстрашно вхожу к преступникам свидетельствую персоналу был ненавязчив вот какое какая моя характеристика психиатрии меня помещать уже не за счет мне 77 год я уже там был а вы которые даете вас не проверили еще никто вас проверять надо потому что не проверено и неизвестно какая вам будет дана характеристика но я вам даю дальше сказано врата адовы не одолеют церкви но нигде не сказано что в россии сохранится церковь россия может окончательно потерять епископ афанасий так потерять то ее не по моей вине я 53 года работаю и все до одного кто пришли а пришли это речь идет не о двух человеках в андрея кураева спросите олега стеняева который лично меня знает личные встречи были и считает меня самым продуктивным миссионером россии и может современности таким я себя не считаю я говорю их характеристику на престоле большая звезда евангелия со звездою и свечи горят смолиные трещат как дрова и чаша стоит а из чаши сильная зловония идет оттуда всякие гады скорпионы пауки ползают страшно смотреть на все это перед престолом стоит священник ярко-красной ризе и по ризе ползают зеленые жабы и пауки и лицо у него страшное и черное как уголь глаза красные изо рта у него дым идет и пальцы черные в этой церкви нельзя принимать миропомазание видение она кроштадского а где а было ли да откуда я знаю было или не было я беру из литературы дальше считаем истинно благочестивые христиане потерпят гонение от своих лжебратьей лицемерных христиан количество христиан хотя и увеличится ради милости и благодати христовой при последней всемирной проповеди но далеко не все они явятся подлинными последователями христа многие будут ограничены только одной наружностью одним внешним обрядами тогда литургия творится будет скачь по большой дороге нил мироточил и афон и покрестить негде и едут люди на афон и там знают что они моченые попы и считают это не закрещение это не игнатий считает воина лука если несколько бой на если несколько не считал закрещение он их крестил как совершенно не крещеных которых попы мощат я уже неоднократно ссылался на это дальше еще раз повторяю что ходить те храмы нельзя будет благодати в них не будет лаврентий черниговский тогда хотя имя христианское будет слышаться повсюду и повсюду будут видны храмы и щены церковные но все это одна видимость внутри же отступление истинное феофан затворник не сегодняшнее это время если вот эти люди на маленьком ролике о воробушке такие на ворот и делают то есть они бы меня если это было сейчас царское время они бы меня испепелили советское время это сергианцы сто процентов они бы меня предали написали убил я там показали бы горы трупов что угодно городят то совершенно безбожники безнравственные люди и когда говорили о каноническом признании больше всего зарубежная церковь боялась уже и не декларации серьги а то что священство архиерея не держит своего слова сегодня говорил завтра отошел они были в хороших отношениях со мной скоротовский этот дудин а сергей и что видимо прижали где-то из теперь они всыпились а куда всыпились они в меня выдумано меня нету они меня не знают ни разу не встречались увидят какие ролики из воробушка что надо выжить если чтобы не забыть а сейчас покажу его посмотрите дальше маленько напомнить вот она ведь и как воробейши дышит шевелится стих на вот он коронущу в коробке так никита кто это снимал я снимал ну ты снимала я где был вы ушли я ушел меня не было даже и какое наслаждение бы при получил здесь какое садизм речь это половой распущенности то есть совершенно никакие никакие то что это одна подлость еще говорят о том что смирение должно быть какое смирение ну смиритесь хотя бы перед как котиком это садись оказывается наш серенький котик лучший котик ведь это стучит что это или больное сердце его стучит это кровь откуда чья это кровь он ничего не объясняет а люди даже за этой крови он залил экран ничего не видно это нормально вот это котик удовольствие испытывает у него нет удовольствия это его природа бог его так сотворил в природе это сотворено я ему объясняю такие вещи которые ребенок понимает коршун ловит курицу и потащил цыпленка это садист а какое отношение ко мне это имеет а нет она меня что меня надо запятнать я плохой ну и смысл поражу пастырь рассеются овцы на какой я пастырь от от того что вы ничего не делаете и поэтому я и делаю как-то я на кронштадтского упрекали священники что на хороших рысаках ездит а он за вами окаянами скачу что вы не сделали то ведь приходится делать я делаю то что рядом люди где вы исказили все я обязан сделать а можно было подумать что они такой ролик мой украдут папы а товары и вот так они сделают даже не придумали даже предельно и думал бы о них плохо и никогда бы этого не подумал это психически больные люди из-за воробья он крови заливает он сам это смотрел как он это делает он умеет вот это б на которой указал словом блять назвал женщин которая незаконно рожают детей это ныне из вашей же епархии в этом году максим степаненко был у нас мы лично с ним встречались он не вам счета и почему он этого не делает он был в лагере все это видел вы видите в интернете все как он принимает крещение святое правильно вы не могли преподать ему крещение а вы о нем так высоко отзывались когда-то теперь он враг вам стал почему всякий говорящий истину кто вам делающий добро идет к свету дабы явно были дела его вы дела свои спрятали у вас ничего нигде нет а я открытый всем ветрам и его говорит если бы я знал что-то за собой грех я боялся бы большого общества я его не боюсь я готов предстать на суд на любой меня уже судили до десятого колена исследовала кгб ничего не нашли у меня нет этого это ваши дела и вот дальше сейчас мы считаем брак будет действовать хитростью он не станет грубо отвергать догматы святой троицы божества иисуса христа достоинства богородицы они заметно станет искажать переданные святыми отцами а духа святого учения церкви и самый дух его уставы и эти ухищрения врага заметят только немногие наиболее искусственной духовной жизни вот я это увидел я показываю исказили все таинства извратили все оглашенные за дети не выполняется до 30 лет ставят священники вы никто вообще никто судя по одному этому ролику видно вы тяжело больные психически ненормальные люди эритики возьмут власть на церковь над какой на церковь христовую а я в церкви власти никакой не имеет о вас говорится всюду будут ставить свои слуг и и благосчастье будет приобрежение анатолий оптинский младший дальше приходит время закрытые храмы будут ремонтировать оборудовать не только снаружи но и внутри купола будут золотить как храмов так и колоколин все храмы будут величайшим благолепии как никогда а ходить те храмы нельзя церкви будут а православному в них нельзя будет ходить ремонт и храмов будут до самого пришествия антихриста лаврентий черниговский вы его признаете так мы видим фактически так что в храмах делается и они из-за воробья из-за воробья столько времени тратит этот ролик он до конца просмотрел а другой где я голубей селекцию делаю и вот он теперь это садись его надо проверять и вот такие люди на ваши ролики на падаль стервятники летят они такие же как вы это ваше паства священство последних веков будет в нравственном падении через две страсти тщеславие чьего угодия нифон цареградский трусоси корысь чревоугодие тщеславие друг перед другом красуется железки какие-то навешать от отмирской власти нужны не тебе у меня ни одной железки нету ордена медали 99 священников из 100 объявит себя за антихриста владимир сергей соловьев дальше нынешний страшный упадок веры и нрава весьма много зависит от холодности к своим паствам иерархов и вообще священство святое анкранштадтских к нашей церкви будут присоединяться только отдельные личности нектари оптинский не всякое собрание епископов есть собор а только собрание епископов стоящих в истине федор студит да какая у вас истина все каноны поправили дудин тут выступает и говорит да если пока делать по этим канонам церкви никого в церкви не будет он заботится об этом ему иначе жить не на что он же не работник он питается с мертвых и живых это надо видеть скоро в храмы нельзя будет ходить все изменится только избранные увидят это избранные везде каких-то избранных говорится людей будут заставлять ходить церковь но мы не должны будем ходить туда ни в коем случае кукша только на ново крещеная русь может стать православным царством архимандрит константин зайцев это я и говорю крестить надо люди не крещены обмануты перекрещивания нету крещение означает погружение все святые отцы говорят так да даже бы не говорили как русь крестилась крещатик днепр а крестилась крестился ли кто до никоновской реформы нет приняли вот эту реформу и вот это поползло запад прорубили окно и церковь и государство вывалились туда не полное погружение не крестит ни один сектант ни один ни один старобрядец всех толков беспоповцы и приемлющее священство никто а только вот эти развратители нравов с помощью церковных властей проповеди приводить будут членов церкви принять антихриста вот как церковная власть это архи архиереи будут заставлять и кто не послушается антихристовых приказов будут подвергнуты нескончаемым мучением харлампи а кто еще об этом говорит осипов я никак не ожидал от него алексей ильич первые примут его православа они царя надо царя искупитель он говорит то есть все готово к принятию вы подготовили уже народ принятию антихриста вот что еще впереди будет и и дальше интересно подобно тому как древнему израилю то есть человек знает о древнем израиле посылает господь судей пророков так и в церкви своей в моменты чрезвычайные он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности как бы пророков сильных духом и верою не имея официального назначения эти люди самим делом выдвигается из общей массы и становятся предводителями других на это предводительство не имеет официального характера не является установленной церкви должностью и не всегда держится служебных рамок как и всякое пророчество она есть личный подвиг таких людей дело их личной внутренней духовной предприимчивости и ревности о боге и церкви божией митрополит сергий строгородский когда я просчитал это я понял речь идет обо мне это мне дано не так чтобы я надувался говорил и все то я вот уверовал шагнул фальшборта ну лоцманский котерок подвез вечером меня уже к утру весь караван кораблей знал что я пришел к богу сошел с ума они то не могут этого показать исключительной благодатной одаренности когда я скажу что дал мне бог знания библии святых канонов святых отцов советское время я претерпел за это на моем сайте стоит я насчитал библию 12 томов златоуста 12 томов жития святых 5 томов доброта любви 4 книги григория диченко священника 50 книг у них ничего нету я наполнил всю страну архипелагом гулаг чтобы люди знали что есть трудами святых отцов я знал за что сидел когда передачу принимают приходят в тюрьму ну и женщины между собой говорят моего сына ни за что посадили другая да не за что там нашли у него наркотика он не был наркоман а моя мама мария егоровна слушала слушает ой как вам тяжело женщины и все не за что посадили а моего то сына за что посадили он знает на нее сразу как и вы признали конечно ой а нам вас жалко то наши еще раз не признают свою вину то они еще могут как-то льготу получить она горит он проповедовал о христе его задел она пришла мать и говорит сынок ты знал куда шел за что терпи все это моя мама родная близкая родившая 12 детей десятерых воспитавшая дальше руководителем теперь является сам господь да отчасти книги кто имеет их и может понимать игумен никон вот я открываю какие огромные материалы и я благодарен богу что они вот теперь изгаляется над моими роликами эти дудины там с куратовский другой кто-то им там говорит что-то я знаю что это не их дело давай чуть-чуть еще посмотрим чтобы людей в памяти осталось посмотрите как страшно за воробушка бедный воробушек садисты поймали о кот садист его мучает садизм сплошной и 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 кто же это в кота заложил такое бог то есть они стадизмом называют то что бог сотворил то есть пределы безумию вот этих людей никакого нет на экран смотреть невозможно крови заливает а почему они это делают потому что подсознательно он даже не знает это и господь напоминает это кровь убитых младенцев кого водопричастие допускает кровь из трехсот только один что-то знает вы обольстили людей некрещеное а считает себя потому что в церковь ходил деньги заплатил вот где море крови за одного не рассчитать и златоуз говорит а у вас гибнут миллионы и вы их не видите бесчувственное жестокосердное мстительные даже если я вас обидел даже обидел ну по я прошу простите меня отцы это его не касается ему надо добить ему труп мой нужен зачем и какой урок могут люди получить которые смотрят это смотрят а даже и не видно экрана не видать не видно ни воробушка ни кота одна кровь и кровь течет а потому что все танки благословляете в чечню везде все это вот где миллионы людей уже погубленные убитые и ходят по пыль там крестят кодят и дальше не нужен лежит 300 человек обожженных еще с первой чеченской и не могут определить днк не хватает средств не хватает у министерства обороны определить кому принадлежали эти трупы вот где кровь то не я их туда посылал давай еще покажем он кота не видит он наслаждается кровью я понимаю где этот садизм и мы привычно это кровь и они все это применяют кому-то но не к себе а кошки они пусть заседают все путины вот видно что наслаждается кровью текущей уже залитый экран а кровь не движется я вижу это и в это время какая-то музыка такая печальная что-то ждут и опять пускает кровь чтобы она текла это кровожадные гиены на труп россии слетелись вера потеряна погублена потоком пошла кровь вот он как ее он видимо там сидел где-то в епархии я так понимаю где-то в епархии он там ведро крови принес научиться творить любить творение боже вот здесь и учись какое бы оно ни было в раю этого не было тварь одна другую не уничтожала и вот такая уже грехопадение тварь когда один другого пожирает и ты должен ее любить любить потому что и хищники нужны нужны львы все остальное хищники которые пожирают человека глисты и все остальное творение божие и бог сотворил говорит хорошо и весьма хорошо ты кровью то обливаешь что повеление божие которое бог дал этому котику слова божьей кровью заливаешь своею нечистою опять по новой льет кровь ну я перекидываю далеко сейчас перекидываю холодильник что делать дальше перекидываю еще четвертая минута кровь перекидываю пятая минута пятая минута вот две минуты кровь и это столько времени он льет и льет кровь ну где он ее брал я не знаю я вообще мало разбираюсь в этом знаю где кнопки только нажать и вот теперь просмотрев это я благодарю бога за все и за этих священников кровожадных что господь через них показывает что будет человеком если он не родится свыше что будет человеком у которого нет страха божия что с ним будет если он делается врагом канона в церкви врагом святой библии он нигде в библии не найдет то что котику нельзя есть нигде не найдет а как съемка ведет во всем мире идет съемка хищник пожирает другого его никто не называет как то по другому что там это садизм или что кровожадный лев может быть кровожадный но тут то кровожадный поп он даже котик я не знаю сел он или нет воробушка то Володя он воробья то сел или нет кот или только я не знаю я снимал снимал он все мучил мучил я уж перестал снимать то есть даже неизвестно это ему он даже поймает мышку то ему нужно это для тренировки то и никакого здесь ни греха ничего нету и сказать а вы думали что он вот так вот использует кто то да ну надо быть каким уже чтобы думать о людях так плохо и теперь он обличить и лапкина вам обличать никого уже не надо вас обличила библия каждая строчка против вас вопиет каноны церковные святые отцы вы развратители нравов развратители церкви православной а вас плакать некому а я вас молюсь и днем и ночью и этому сергию выпрашиваю у бога квартиру у него квартиры нету и то что они говорят говорят есть поговорка наплевать да забыть мне никакого вреда от этого нет ни аппетит у меня не испортился ни сновидения плохими не стали мы живем как и жили ну а это это на весь мир идет и люди то видят ну не все же такие которые ничего не понимают это что он это из воробья столько крови нажал вот это поп вот это мастер да то что на что вам степаненко это указал этим фу это слово то почему то считает этим то откройте словарь то слово блять это я уж говорю они не понимают о чем так я говорю этим блядством то вашим наполнена церковь вы ее наполнили этим наполнили постели иеромонахов это ваше а не мое и вам ли вы лазить на брустер вы вылезли вы будете здесь уничтожены своими же роликами а на моем то ролике вы изгаляетесь вы ничего к нему не добавить не можете ничего нет музыку нашел слушает где-то бездарная бесталантная почему трусливая потому что они духу божию не дали в себе развиться таланту вы будете отвечать за свои закопанные таланты у вас может быть были какие-то зачатки хорошие я расскажу маленький случай что с вами делают там прощенное воскресенье я поясняю для не знающих это накануне великого поста в последний день воскресенья заканчивается масленная неделя и в это время священники ну собор съезжаются многие там больше 30 священников ну чин прощения идет богослужение потом выходит архиерея кланяется просит прощения священники в ряд становятся и перед всеми проходить мы тогда ходили по окровский собор наша община существует но в этот день такое правило у нас было мы ходили отдельно в паровом пределе стояли народ давит то друг друга толпятся мы ждем когда все проходят остается человек здесь а тогда мы идем идут строго мужчины первые одетые по форме а с какого монастыря приехали да не с какого община крестовозвиженская здесь рядом наша а они ждут вот подходим ко кресту архиерей улыбается священники со всеми по хорошему прощенный день все забыто в храме добавляю в храме ну вот мы вышли на улицу когда выходишь на улицу на улице Никитина 137 храм стоит маленько наискосок точно на восток чтобы было мы заворачиваем вокруг храма идти надо домой и мы туда поворачиваем и остановились Игорь Добунов ему седая борода видел такой крупный сильный мужчина и он дает визитки наши на сайт у нас больше ничего нету ни материала ничего нету а если прямо выйти из храма идти там у них тогда семинарские какие-то помещения где они спят студенты эти семинаристы то и в это время они разворачиваются и идут к нам идут со священником прощенное воскресенье простили друг друга вот все и в это время они окружают подходит один но ты борода что ты тут раздаешь козел борода это семинаристы семинаристы наши сестры стоят рядом они не смотрят я священнику говорю ну почему их не уймете там у вас что трогаем то а он одобряет их а ту а ту его а один подходит семинаристы да что вы разговариваете дай ему в морду человек в двадцать тысячам раза старше его седая борода одетый в подрясник он чтец и когда мы были наши тихий был Антони сидели в епархии за столом я гляжу тут где сидели беседа шла и у рамка и там видно семинаристы я говорю что это наверное ваш отличник он говорит да это это ваш я ему тут и говорю это ваш волчатник я знал этих ребят нормальные ребята может какие то были раньше может и где то даже участвовали комсомольцы может быть у КПРФ даже были где то но вот они попали к вам это вы их сделали такими безжалостными жестокими мстительными вы за это в уголовном порядке должны отвечать это я говорю при двух архиереях я не соплю за углом вы же перед архиереем слова не скажете язык проглотите трусы презренные я архиерею говорю что вы с ними делаете архиерея ни слова не говорит но я говорю у нас священник есть который рядом стоял одобрял одобрял впрощенное воскресенье последнее значит это люди с изломанной судьбой это будущий священник который будет руководить который кровью будет заливать чужие ролики вот такие вот он кровью будет умываться это в семинариях таких готовят и потом принуждает их спать с руководителями я что новое открываю вам ли за мной гоняться но для меня это благодать божия ваше поношение да примет господь как давид говорит может быть бог призрит на это поношение простит мне что-то когда там семей сын герой шел и хулил уходи уходи кровопилист на давида овец царь говорит позволь царь я сниму с него голову не надо господь ему позволил позволил ему может быть он призрит на это делайте это заливайте кровью хотя весь эфир может господь призрит но ко мне это никак не относится ни одной капли крови я нигде не пролил нигде узнали что я начальник детского лагеря как они в это всыпились я а я создатель 44 года являюсь руководителем начальником детского лагеря без помощи государством тысячи детей отдохнули с родителями вместе с бабками и сколько изменили свою жизнь стали священниками патриархии добавляю которые заряд получили в лагере уехали некоторые за границу и говорят доброе что вспоминается о России только время пробытое в вашем лагере все остальное ничего нету и вот эти люди теперь за лагерь уцепились лагерь дети педофил педофил но когда все это рассмотрели а как раз и суд был по этой теме то что мимо где девочки спят даже проходить нельзя мальчикам кельи называется тогда они так у него физическое наказание мазохист садист суд был был подали три уголовных дела я все выиграл и все ответили заплатили и по телевидению показали ничего этого нет все это выдумка а кто это писал были найдены почти все мертвыми это не я делаю я уже не раз называл это и так благодарю Бога что есть у меня гонители есть настоящие друзья это я чего-то стою это как мне сказал чего-то вы стоите профессор академик Семкин Борис Васильевич это если вас говорят так со всех сторон долго то нет значит чего-то вы стоите проректор учебной части АГТУ а я никто у меня нет духовного образования никакого я не учился то есть я всю жизнь учусь но сам и старался все выполнить а это попиратели всех канонов они враги православия я сейчас прочитал целые плеяду святых которые об этом говорят и что но Бог допустил их да прости их Господи и в судный день не вмини им благослови их не дай им умереть в этом закоснении в этой крови тебе Господи слава за все и научи нас любить твое творение в первую очередь человека аминь 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 и аминь